Земли крестьянам, заводы рабочим, бездомные собаки, автошколе. Произошло это потому, что комбинат по благоустройству вместо отчета о проделанной ранее работы по отлову беспризорных животных принес договор субподряда, то есть, согласно бумагам, само муниципальное учреждение не занималось отловом, а заключало соглашение с частниками за сравнительно небольшую цену. Итог, контракт на 14,5 миллионов достался автошколе, только из-за сниженной цены. Хотя еще несколько дней назад Александр Голков уверял, что комбинату по силам справится с такой проблемой. Сегодня должен состояться конкурс, я не знаю, какие там результаты, завтра будут известны. Но если наделят полномочиями наш комбинат по благоустройству, я вас уверяю, эта проблема будет закрыта. Потому что это безобразие, это просто простая разблокация. Поэтому, дорогие друзья, я вас всех прекрасно понимаю, Это вот именно тот случай, когда очень маленькая группа людей, мы все любим с вами животных, вот маленькая группа людей, она себя противопоставила большинству. И, к сожалению, так очень часто бывает. Однако на деле доказать любовь к животному комбината не получилось. Оказалось, что он даже не смог отчитаться за свою же работу по отлову. Все предложенные ими бумаги не покрыли и 20% от выделенных в прошлом году почти 9 миллионов рублей. Вопрос, на что потратили, остался открытым. А это Мария Соловьева. Она содержит в своей ограде около 50 собак полностью за свой счет. Пенсионерка говорит, что уже 20 лет ухаживает за животными. И помощи ей ждать ей неоткуда. Кроме как от мясокомбината, что позволяет ей прокормить столько собак. Женщина представляет общественную организацию помощи животным. И обещает следить за тем, как будет отлавливать бродячих псов автошкола. Мы будем подключаться, мы будем контролировать, какой идет отлов, где у них вольеры. Они обязаны нам это предоставить. Обязаны. Где они отловили собак, где у них передержка будет. Также вот отловят моих, да? Допустим, я не в силах, у меня коленки больные. Отловят. Где я их искать буду? Я должна знать, где они. Приехать и забрать. По условиям контракта, теперь автошкола должна ловить бездомных животных, лечить их, наблюдать, проводить сбор информации о болезнях среди собак. По некоторым данным, в Улан-Де около 16 тысяч безнадзорных четвероногих. Поймать по договору необходимо половину. Все они должны пройти ветеринарное обследование. Если болезни лечатся, то нужно лечить. Заразных и обреченных собак ликвидировать. Предполагается, что в столице Бурятии наберется чуть более 3,5 тысяч здоровых животных. А усыпить придется почти 4,5 тысячи. Как с такими задачами справится автошкола, непонятно. Как бы не вышло, что все бродячие псы оказались неизлечимыми. Боярцы Дыпов Вячеслав Батоев. Первая. Альтернативная.